Баггерс. Мы на Хакатоне пытались решить именно поставленную задачу, то есть пытались оптимизировать потоки недвижимости, которые идут именно на торги по аренде и на торги по продаже. В итоге мы хотели получить систему, которая дает рекомендацию для конкретного объекта недвижимости, можно ли его отправить на аренду или на продажу. Также в процессе общения с экспертами из ДГИ мы поняли, что иногда сами при себе объекты недвижимости, арендованные, возвращаются обратно в фонд в связи с тем, что арендатор не может по тем или иным причинам платить и приходится обратно отзывать его имущество. Это чаще всего связано с неверным выбором объекта для конкретного типа бизнеса, поэтому мы дополнительной целью себе поставили создать систему для контрагентов, которая бы позволяла рекомендовать им наиболее подходящее имущество. Всю свою работу мы разделили на три этапа. Это сбор данных, очистка этих данных и использование машинного обучения для тренировки на сети. В общем-то сбор данных мы производили из двух мест. Это парсинг всех возможных данных с сайта Invest Moscow, в частности таких как этажность, наличие лифта, парковки, охраны, телефонные линии. И использовали сервисы коллег из компании HIA. С помощью них мы находили категории всех окружающих предприятий рядом с определенной точкой на карте, чтобы искать конкурентов для определенного вида бизнеса. Или наоборот, смотреть, насколько то или иное место благоприятно. Данные собраны были очень неоднородными и мы потратили довольно много времени на их очистку. Так, например, адреса, этажность домов с сайта Invest Moscow имели довольно свободную форму, были заполнены неформально и нам приходилось приводить их к единому виду. Сейчас мы имеем отработанный механизм, который у нас полностью парсит этот сайт и позволяет привести, нормализовать все данные, чтобы потом их передавать к системе машинного обучения. Наше решение содержит три части. Микросервисы для очистки и сбора информации, одностраничное веб-приложение для использования системы сотрудниками департамента, ну и саму рекомендательную систему. Мы, помимо прогнозов, хотели сосредоточиться на предоставлении аналитики по прошедшим прогнозам для сотрудников департамента. И также, используя сервисы коллег из HEA, мы смогли собрать информацию об окружающих объектах, о расстоянии до метро и также ее визуализовать. Вот сейчас, вот здесь мы можем видеть прототип интерфейса такой системы по прошедшим данным. Например, на этом скриншоте мы видим расположение всех торгов по продаже, которые завершились неуспешно. Или же довольно долго находятся без движения. Или, меняя два кодера, мы можем увидеть уже успешные торги по аренде за тот же срок. В дальнейшем мы планируем, используя сервисы коллег из HEA, пластеризовать эти данные по районам и предоставлять более подробную аналитику. Также мы предоставили прототип интерфейса прогноза, прогнозной системой, которая предоставляет нам следующие параметры. Жилая площадь помещения, наличие парковки, охраны, тип помещения и адрес самого этого помещения. И на основе этих данных можно сделать прогноз успешности по торгам, по продаже и по аренде. Соответственно, мы делаем простой вывод о том, где у нас вероятность успеха торгов выше, туда мы и направляем определенный объект недвижимости. Сейчас мы имеем наиболее отработанный процесс сбора информации, ее очистка и передача в систему машинного обучения. Далее при работе с департаментом мы планируем также реализовать мобильное приложение контрагентов и направить им поток спроса. В этой же аналитической системе создать спрос на недвижимое имущество со стороны контрагентов и доработать систему предоставления оптимальному имуществу. Также мы надеемся на взаимодействие с юристами, которые позволят нам рекомендовать продажу или аренду в соответствии с законодательством. И с помощью административного ресурса департамента сделать ввод информации на инвестплоску более формальным. На этом у меня все. Спасибо.